ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тур прошел, вот хотелось бы более подробно узнать о результатах. Каковых результатах добилась команда наша? О результатах, ну, как я говорил на прошлой передаче, неделю назад, как и обещал, наш клуб является фаворитом. Вот они уже явно показали это все на играх, которые прошли. То есть мы разгромили из пяти команд четыре команды с разгромным счетом на 20-25 очков. Плюс и просто там устраивали какие-то там шоу-моменты даже. То есть с легкостью. Ну и вот у нас одна игра была такая сложная, тоже с фаворитом турнира, с Павлодаром. Хотя, в принципе, наша команда, по идее, даже сильнее. Но мы им уступили. Была очень такая зрелищная игра, кстати. Сейчас вот в сайтах Федерации написано то, что самое зрелищное. И за много лет даже там они указали, что это зрелищная игра. То есть была очень сильная такая заруба очков-очков. Зрители просто держать за сердце вышли от угла. Кстати, на эту игру самых больших зрителей было очень много. И нигде в Казахстане мы такого не наблюдали, что такое количество болельщиков. Они просто все под впечатлением. Зал был заполнен. Да, зал был заполнен. Заполнен на одну сторону. И вторая сторона еще частично была. Ну, для первых игр, для начала тура это вообще шикарно. То есть как нас поддерживали, было очень приятно. Единственное, что игра не удалась. Были там некоторые моменты организационные, тоже подействовали на это все. Ну и отметить, конечно, баскетбольный клуб «Тыш Павадар». Очень сильная команда сейчас. У них и тренер, не сравнить. То есть приехал с Россией специалист у них. То есть с огромным опытом уже. А у нас состав свои, Актюбинские. Вот уже тренер наш Арсен Тилев. Еще опыта, конечно, маловато. Может быть, это тоже сказалось. Ну вот мне интересно. Опыта маловато, но тем не менее вы вторыми стали. И с чем связываете такую подготовку команды? У нас в Актюбе получается какой-то, так сказать, огромный опыт предыдущих команд баскетбольных. Или что? С чем можно связать такие неожиданные победы над соперниками, которые, в принципе, играют в баскетбол в высшей лиге уже в течение определенного количества лет? Ну да, ну, в принципе, у нас игроки очень хорошие. Не всем просто удавалось выйти на профессиональный уровень. А так именно уровень подготовки, опыт игровой у них очень тоже немаленький. Ну и мы, в принципе, за год быстро схватываем на лету. Какие-то ошибки учли, и больше их не допускаем. Еще есть небольшие ряд ошибок, исправим, и мы, в принципе, будем на голову всех сильнее. Мы были в этом уверены изначально, когда заходили в высшую лигу. И сейчас результаты уже показывают свое. Ну там, конечно, на команду еще повлияло небольшие такие организационные моменты. Нас подвели сотрудники полиции, скорая помощь, наши местные. То есть почему-то всегда наши местные в чем-то поставляют. Стены почему-то у нас местные должны были вообще защищать, так сказать, и сподвигать на победы. Когда мы ездили в другие города, мы такого не наблюдали. Всегда у всех все вовремя, да, все как полагается. Вот у нас почему-то они не приходили вовремя, и на нас наложили из-за этого штрафные санкции. Именно перед ответственной игрой, третьей игрой с Павлодаром, нам предъявили огромный счет по штрафным санкциям за это. Федерация очень строгая, ничего не прощает, и здесь ошибки, сразу же выписывают штраф. И тут же его нужно оплачивать. Предъявили, и этот момент очень долго решался, потому что мы не были к этому готовы. И нас не допускали к игре. То есть команды уже вышли заниматься, готовиться, тренироваться к игре, а наша стоит не в понятках. То есть мы сказали, что вы не допускаетесь, куда вы все собираетесь. И буквально за считанные минуты вопрос еле-еле решился. Нас допустили, у нас же дома. Ко мне подбегал капитан, да, команда, и просто говорит, как так, Алмату, что такое? Что мы что, не допущены у себя дома? То есть, ну вот, представляете, да, такую ситуацию перед важной игрой? И тут буквально они уже начинают накидываться, им сообщают, что нет, все, играем, все нормально, все, давайте, ребята, поехали. Вот, ну такие нюансы. И, конечно, они тоже сказываются на игре. Вот, ну и плюс, опять же, конечно, команда Павлодар сильная, у них в этой игре все пошло. Было видно, что они прям настроились 100% на нас, на нашу игру, потому что, как результат, на следующий день они проиграли Шимкенту. Видно было, что они уже были вообще не те, вот, проиграли Шимкенту, которых мы выиграли вообще там на 25 очков. То есть, с огромной разницей. Вот, и было видно, что прямо они готовились чисто на нас. Ну, а вот в связи вот с прошедшим туром, да, с тем опытом, багажом опыта, да, в целом, который вы приобрели от этих игр, как-то уже настроите игру команды так, чтобы мы все-таки стали уже первыми? Уже возможно становиться, стать первыми? Мы выше своих соперников или же нам еще есть к чему стремиться? Да, конечно, сейчас вот мы явные фавориты. Даже несмотря от проигрыша, по всем результатам мы идем на первом месте, да, единственное, по личной встрече мы на втором. Но наголо выше уже, это явно. Немножко сейчас доработаем ошибки и обещаем, что вот следующий тур будет по Вадаре, мы уже его пройдем 5-0, то есть обязательно всех выиграем. Немножко еще подусилимся по-любому, какие-то пробелы заполним. Вот, и единственное, что, конечно, если у нас не будет, опять же, как в прошлом году, ситуации с финансированием проблем, с января вот как они начинаются, если это все вовремя отработает, думаю, спорт, если не будет таких пробелов, то, конечно же, если у нас все дальше гладко таки пойдет, мы можем спокойно закончить в лидерах так же, без переживаний. То есть здесь мы можем пройтись как локомотив по высшей лиге просто. А как показали себя болельщики? У нас есть постоянные болельщики на футболе, на баскетболе теперь постоянные болельщики есть? Да, вот теперь у нас появились свои постоянные болельщики, плюс много новых болельщиков. Все подходили просто после первых-вторых игр в шоке. На первую игру пришло не так много людей, но после уже, видимо, разнеслась информация, и на третью игру было очень много народу. Также мы, конечно же, акцентировали свое внимание на зрителей. То есть у нас была и команда танцовщиц поддержки, черлидиш, динамик дулус. Девчонки очень молодцы, они специально подготовили для нас костюмы. Вот, тоже красно-белые, все шоу специально приготовили, такое яркое. Было все очень круто. Пришел Тинтек, поддержал нас, Тинтек футбольного клуба. Тоже для нас специально надел свою другую форму, без футбольного логотипа. Вот, специально для нас подготовился. Тоже очень приятно. Вот, также мы разыгрывали кроссовочки на перерывах. То есть ребята взывались, маленькие дети и взрослые дети. Были две пары кроссовок, наверное, детские и взрослые. И могли, то есть, был такой конкурс, они должны были бросить мяч для более взрослых с центра поля, а для младших с трех очковой линии. Не так просто, но и кроссовки не дешевые. То есть, от спонсора Airshop, кстати, вот, нам эта фирма подарила кроссовочки, чтобы мы разыграли их с детьми. Вот, и получается, дети, самые младшие, один все-таки попал с трех очковой линии и выиграл фирменные кроссовки. Ушел очень счастливым, вообще в шоке. Такого нигде никогда не видел, наверное. Потому что даже в Казахстане такого нигде нет, если даже кто-то ходил на игры. У нас теперь есть, у нас всегда была, да, уже десятки-десятки лет, футбольная арена. У нас теперь есть хоккейная арена. Вот. Что думаете о баскетбольной арене? Вот в конусе, конус позволяет проводить баскетбольные матчи на должном уровне? Если вы сейчас заявляете себя как одними из фаворитов, ну, можно сказать, одной из самых сильных, да, команд по баскетболу в Казахстане, то придет момент, когда нас станут приглашать на международные первенства, на первенства Европы и так далее, да. Можно ли в нашем конусе проводить международные встречи? Или же для этого необходим другой уже спортивный специализированный комплекс? Ну, конус, он, конечно, очень даже хорошо подходит для нашего города. Там и мест посадочных для зрителей немало, очень хорошее даже количество для баскетбола. Вот. Там даже есть варианты и запас для увеличения, по идее. То есть паркет там очень хороший. Единственное, да, вот, ну, он уже, конечно, обжил свое конус. То есть он немало... Уже морально староват уже, да? Да. Ну, можно там подреставрировать. Это желание, главное, есть, конечно, уже, наверное, хозяев этого комплекса. То есть трибуны как-то улучшить, осовременить. Какой-то просто эстетический ремонт, и все. А так именно вот внутренняя, именно вот площадка, она хорошая. Ну, тоже где-то лак просто может быть там освежить. Вот. А оборудование там сейчас, именно баскетбольное, это все наше. Оно, конечно, уже новое, все на уровне, все. Единственное, вот, именно, фишка, это, конечно, паркет. Вот. Но продолжать там можно, да? Там можно, да. И можно даже на уровне. Единственное, вот, говорю, то, что какие-то вот эти нюансы, мелочи, если исправят, чуть-чуть их подсовременят, можно даже очень чудесно выступать. И отопление, конечно, там желает лучшего. То есть будет чуть теплее, было бы вообще шикарно. Спасибо вам большое. Хотелось бы отметить, что в нашей студии был директор баскетбольного клуба «Октобе» Алмат Кенджигулов. Спасибо вам большое, Алмат. Это была программа «Из первых рук» и ведущий Антон Пережогин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова